у нас команда такая то есть так самосвал присоединиться всем привет приветствую самосвал вот напоминаю в конце будет розыгрыш но сейчас так просто пообщаемся так все я готов я включил звук если кто меня слышит я тоже включил звук все всем привет привет всем привет коллеги так вот и андрей все отлично вот так сергей упана я с вами отлично так ну что у нас уже потихонечку так начинает народ подтягиваться что друзья сейчас все три канала и так сегодня у нас достаточно интересный стрим будет подводить итоги года где-то были какие-то ошибки скамы бабло сборы где-то наоборот были хорошие проекты криптовалюта нас радует рост идет курс вверх соответственно активы начинают относительно фиатных средств также россии и конечно это не может никак не радовать вот хотя можно посмотреть вот такая закономерность да когда биток там падал в четыре там тысячи пять все это скам я даже со своими друзьями общаюсь до которые вообще от криптовалюты далеки то есть они работают по найму и когда там ну что там как ну и у них тут видно у них там прям это чешется то есть они такие прям радуются а вот она упала мы же говорили мы правы вот когда я сейчас скидываешь они так ну да да не знаю надо было раньше думаю ничего позитивного они не испытывают я почему может испытывают радуются за нас да я тоже с тобой согласен я так конечно подшучиваю у нас кстати сегодня биткойн опять планочку сделал до 20 я наблюдал по крайней мере цифру не знаю может вы меня поправить и двадцать четыре тысячи четыреста долларов я сегодня видел плану или же 24 600 там по моему но это исторический максимум очередной в этом году да кто-то в него верил кто-то не верил но тем не менее это произошло мне на самом деле я думаю из нас троих все знали что это произойдет просто не знали когда это будет и потолок я знаю что будет и больше я скажу больше денис я записывал ролик наверное перед пандемией где-то там я уж не помню когда это было после ранней наверное весной вот и я там как раз говорил что друзья когда биткойн стоил шесть с половиной тысяч долларов у меня этот ролик есть на канале можете пересмотреть и причем я второй ролик вот относительно тоже недавно записывал еще когда такая вот уже пошла такая шара ну все равно биткойн стоил недорого вот на одной отметке там стояла там где-то там 17 или 18 тысяч я говорил что год назад покупайте биткойн 6 500 он стоил друзья берите биткойн потому что мы увидим 3x без рисков ну без рисков без передачи в доверительное управление да мы в том году получается в декабре 2019 года тоже мне позвонил мой друг там мы с ним еще участвовали в ммм он там тоже ко мне на работу приезжал ну как знакомые познакомились в общем-то и вот ну там подружились так тоже ездил на работу короче там все ему там объяснял личный кабинет мы заводили и он говорит вов у меня есть 400 тысяч рублей что мне сейчас можно купить я вот думаю насчет биткойна хочу вот зайти чтобы они там не в хайп и там не туда-сюда я говорю да хорош идея только говорю давай знаешь как сделаем давай на 200 тысяч мы возьмем биткойна и на 200 тысяч мы возьмем еще все-таки эфир эфир тоже тогда стоил тоже дешево 150 или 200 долларов или 250 немного все так сделали я ему все помог там кошелек мы завели монетировали блокчейн короче все это проделали и в общем он зафиксировался где-то может быть полгода назад когда тоже такой рост был помнишь когда там биткойн доходил там до 12 тысяч потом начал да вот 6 500 я точно не помню не наш мы покупали в 2019 по 3 500 биткойн 3 500 он стоил как раз когда никто не верил да когда все говорили давайте там это там тысячу долларов скоро будет биткойн стоить то есть фишка самое главное умных людей умных инвесторов это покупать когда все продают до покупать когда все продают и продавать когда все покупают соответственно не вот здесь все правильно да но опять же надо но это имеется ввиду такие топовые монеты то есть где огромный пользователь то есть это нет ну допустим к монетам там типа иуда икс там не подходит конечно нет я говорю про да про крупные монетки про фундаментальные это цифровое золото биткойн это эфир но топовые монетки в coin market cup это десяточка вот наверное взять там еще можно вот риски все это сделать распределить и в общем мы зафиксировали с ним биткойны эфиры 10 с копейками 10 500 он я говорю ну давай еще подожди там утку нет в принципе вот не аж ну как не ошиблись сейчас бы он конечно продал там еще намного дороже но ему говорят мне нужны деньги вов мне там надо там что-то ему было покупать короче мы миллион ему вывели на счет продали биткойнов и эфиров и он заработал 600 тысяч сверху вот 600 тысяч мы заработали да очень хорошо благодаря финансовой консультации которые я ему провел у меня буквально в январе месяце я заходил в амир капитал и я в январе покупал эфирю на тот момент он стоил я за рубли покупал 8 тысяч рублей в итоге у меня получилось так что я в амир завел я купил на по-моему я уровень 7 или 8 эфиров и потом то что у меня было в высокорисковых инструментах я просто оттуда каждым месяц каждую неделю привык то что выводил конвертил тоже в эфир и заводил в амир в итоге у меня получилось так что его мир завел где-то в районе 15 эфиров но если в среднем посчитать по курсу это где-то в районе 150 тысяч рублей в итоге у меня эфир капитализировался ну конечно у меня с партнерской программой я согласен но даже я на сложном проценте посчитал у меня принципе очень хороший профит получился и если сейчас вот эти 150 тысяч рублей которые я заводил в январе я изначально амирка позиционирую как копилочку свою на двадцатый год и это реально так и получилось потому что сейчас на данный момент уже активов там больше миллиона рублей то есть больше это это рост курса это сложный процент и вот это капитализация вот это все вместе вот я тебе скажу так что у меня история один в один у меня же тоже амир капитал есть я покупал ян 10 эфиров заводил и еще по моему 10 но я точно не помню может быть всего 10 надо по видеороликов посмотреть короче я заводил когда эфир стоил 250 долларов то есть я вначале 5 завел и потом еще по моему 10 у меня всего было и я цель планку ставил что я буду копить до 50 эфиров в амире у меня все на этой неделе в этот понедельник у меня все уже 50 эфиров у меня на балансе со следующий ну точнее вот с этого понедельника который будет уже я уже буду фиксироваться то есть у меня я тоже по факту инвестировал ну ладно давайте там или 2500 долларов или 5000 долларов неважно 5000 долларов это это по курсу тогда 65 долларов сейчас это тридцатка пятью шесть тридцать это даже больше меня да у меня еще я потом я сначала эфиры копил а потом вот у нас выступал в клубе николай кузьменко он амбассадор во мир капитале он является у нас выше выше моим вышестоящим спонсором ну короче через одного человека через одного лидера и он как раз там подсказал подсказка такая была ну вот я говорю ты юсдт там коплю и биткойны и так далее и я тоже с того момента тоже прислушивался к этой стратегии основная часть капитала у меня эфир сейчас 50 эфиров биткойнах у меня там немного там 9 миллионов с копейкам но две тысячи долларов сейчас даже уже побольше и в долларах тоже там тысяча с копейками короче мой капитал вырос за где-то я уж где-то около девяти месяцев назад я заводил в мир капиту может быть даже поменьше а сейчас у меня на балансе 35 тысяч долларов то есть пяти тысяч долларов или с двух пятьсот мой капитал вырос благодаря сложному проценту благодаря реинвестом я ни разу не выводил за год вообще ни разу я выводил я выводил я туда вывел наверное эфиров 10 да у меня тоже с партнерка то есть ей партнерку реинвестировал и вообще вообще вот но зато и сейчас я подошел к тому я вот час вот думаю у меня две стратегии сейчас вот я думаю как сделать или 25 эфиров вывести у меня тоже есть свой капитальный кошелек эфира или 25 эфиров вывести и зафиксироваться и 25 опять там копить до 50 или короче и деньги эти не трогать эфиры ждать пока у нас эфир перебьет планку там полторы тысячи две тысячи две пятьсот богатейший диз записывал ролик и там была у него такой график то есть когда капитализация там эфира и bitcoin они они могут где-то в какой-то момент там не сравнивались и вот он посчитал если это все перельется то есть капитализация эфира будет такая же как биткета там три с половиной тысячи долларов он считал ну вот так и ждем да мы ждем где-то через годик через два такую цифру я думаю даже ведь я думаю пятачок мы тоже можем увидеть вообще легко и вот тогда как раз вот эти эфиры там зафиксировать а тут пусть они опять копятся как сложный процент или вторая стратегия просто фиксировать каждую неделю уже там на свои там на реинвесты в другие направления то что у меня в неделю сейчас капает где-то если с партнерка взять от пятьсот до тысячи долларов потому сейчас у меня там оборот четыреста тысяч долларов сейчас у меня в команде смотря когда да в мире смотря когда там вот когда вот на этой неделе как раз у меня тысячи долларов практически 900 получилось а так когда вот там 07 по всем этим крип крипте то где-то около 500 долларов выходит в неделю но две тысячи долларов тоже в полный пассив что-то очень круто там еще партнерка очень классно она тебе она не дается сразу депозит а меня вот один партнер зашел будет уж нет партнер почему не ревка не пришла и по какому проектам это мир и будет это чё там же от прибыли твоих партнеров каждый понедельник тебе начисляется сколько они заработали те процент от этого заработка тебе начисляется он в чем и классно то есть там выстраивать сеть то что у тебя ты не не единоразово получила ты просто по чуть-чуть по чуть-чуть но ты регулярно получаешь и на дистанции в год это вообще шикарно получается да я на самом деле доволен то что заработали мы как активные партнеры но это что самое главное то что заработали партнеры то есть которые зашли и кто сразу зашел потому что многие сейчас пишут личку виден вот что-то я в тот момент тогда что-то не поверил во мира надо было ну бывает но слушая два по миру хайп или фонд слушай ну я считаю что все-таки это фонд все-таки я склоняюсь больше что там я потому что я отчеты смотрю там и трейдерские тоже остальное я считаю что скорее всего там ведется реальная торговля может быть связь между хайпом и фондов сумму держит специально потому что знаешь что должны быть выплаты как бы и просто чтобы потом не выдергивать может быть как-то ну это большое количество средств как будто нужно уже как-то балансировать это дело в любом случае да мне в любом случае чтобы то не было это работает уже третий год и я считаю что это очень крутой инструмент они развиваются там хорошими темпами у них амбициозные планы марата стартовали они когда до восемнадцатом году по моему не помню месяц на нам было то ли я что-то не помню но я заходил в январе 9 20 январе 20 до и спасибо чтобы это не было это дает хорошую прибыль это дает консервативный такой даже консервативом это назвать так ну по сравнению с хайпами это конечно консерватива 4 процентов неделю до 4 вроде как немного дай в месяц 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 на какой-то неделе было там вот на той неделе было 34 июз дт знает вот на этой в понедельник 4 один тоже мне предлагали амир но у мне его знаете здесь тоже вот смотря когда тебе сделали предложение то есть оно должно быть именно вот в тот момент когда на тебе надо потому что когда мне его предлагали еще по-моему в том году я активно там хайпа было и как бы там меньше 30 процентов зачем она мне надо в тот момент я вообще не воспринял я даже пропустил то что мне его предлагали вот а когда мне его предложили уже в в январе месяце двадцатого года вот тогда я уже так а ну-ка надо посмотреть когда разобрался ты сложный процент достал калькулятор думал о вот это да вот это интересно но здесь можно так зашелся туда то есть здесь тоже вот когда предложение прилетает а ты к нему не готов не созрел ты еще к этому предложению ты просто не пропускаешь ну да консервативным инструментом на самом деле надо подойти и причем это такой процесс долгий ты вначале вы тоже там мыслишь как я в свое время мыслил что но там вот это зачем я там life is good зачем это мой мир какие-то там жалкие 4 процента месяц что они мне дадут что этом положу 1000 долларов что этом 40 долларов заработаю на месяц а в конечном итоге даже на пассивном заработке в промежуток мы считали да в том например работает сложный процент это просто это взрыв мозга всегда так происходит вот я на этой неделе а нет на той проводил тоже у меня там знакомый тоже позвонил там из хабаровска тоже там 26 лет человеку тоже ему финансовую консультацию проводил он год у меня есть 300 тысяч рублей куда мне их проинвестировать скажи володь огонь но мы там начали с ним этом своему стандартные вопросы там если кредиты чтобы понимать что там человеку нужны ли деньги сейчас вот и мы там все ему там все инструменты показал какие вот для клуба я рекомендую для закрытого до инструменты которые я там даю консервативные и мы определились вот что мы там его деньги раскладываем там в три направления вот это как раз фонда мир капитал наш фонд со славы курбатовым и лайф из гуд 3 консерватива вообще выбрал конкретно консерватива у него 20-30 процентов в месяц но я не а я сейчас с людям все я сейчас вот такие направления практически то есть не советую в клубе у нас там такого не то что там куда-то там мы заходим в какие-то там хайп и то есть я не рекомендую людям в клубе заходить ты конкретно в клубе конкретно на консерватив переключился переключаем я есть в антаре говорим да у нас сейчас там 20 тысяч долларов до работает на двоих по десятке вот мы на второй клуб круг зашли несколько месяцев назад вот мы уже прочтите мы в любом случае панта раз хорошая но все равно там уже звоночки не очень хороший скажем так я буквально или я у меня я думаю до нового туалета я думаю по любому поработает уже так не думаешь да я не думаю что до лета ну посмотрим мы это обсудим я скажу по молоде хитро улыбнулся при слове лето лето да это еще долго никогда как сказал один друг лето это никогда еще до лета еще дожить надо да да стараюсь так тоже не говорит ну в общем правильно мыслите вот так что до консерватив это крутая тема и мы сейчас постепенно плавненько переходим на консерватив и это кстати вот 11 инструментов выписал сейчас тетрадочки на 2021 год который у меня прям вообще прошли и пофигу там скамы не скамы что там было там что там кто там где терял вот эти 11 инструментов они вот со мной это это я там сейчас что вспомнил за пять минут а может быть еще там что-то там сейчас если вспомню то пишу я их тоже перечислил уже там ближе к концу ролика ты упомянул фонд скоро курбатовым он какую доходность дает у нас тоже где-то около от трех до пяти процентов где-то в среднем а партнерка вас там какая идет партнерка такая же как и в мире доход от дохода начисление да и там на чем заработок строится прямо слава курбатов торгует на бирже деньгами то есть он уже давно трейдит уже больше четырех лет на бирже фонда вы или криптовалютной нет на криптовалютный у нас криптовалютный фонд и эфир у нас я там объяснял у нас слава работает по определенной стратегии то есть и объяснял почему то есть у нас он работает вот у нас есть капитал фонда людей которые к нам проинвестировали на маленькую то есть мы берем 5 процентов в сутки на торговлю из этого капитала уже если даже идет просадка то ты на следующий день можешь взять еще пять процентов это никак не повлияет на весь капитал да вот и мы разговаривали как финик это делает допустим 25 процентов да на трейдинге то есть это когда берется весь капитал и бездумно так гость но так конечно же там нету прожили по такой стратегии да можно вытягивать 25 и 30 процентов но если произойдет просадка то вы встрянете надолго на долгую пока рынок восстановится и у вас это полгода занять ну какая разница он сейчас бычий потом сами знаете что бывает да у нас что-то там задел фидика задел тему и в токе не участвовал я вообще в финика не участвовал они же дефай токен допустили на они и свапе там вообще просто космос получился а я даже успел просто залететь ну блин у меня не было бы ну нормальной суммы там хотя бы несколько тысяч долларов свободных просто у меня все в мире было оттуда вывести бы не успел и в итоге получилось так что это просто там что было там полтора-два эфира там вот я прокрутил ну чё ты заработал я купил по 5 долларов то есть они покупал не первый но я понимал что сейчас будут просыпаться москвичи они нам дадут как бы тут жару я там слышал что она 20 долларов да он сейчас не до 20 там был до начать вроде 15 по моему я зафиксился да и за счет чего за счет того что объем на огромное комьюнити причем это комьюнити пришло то есть она изначально зарабатывала финика то есть они заработали все на протяжении года сделали хороший там себе профит и потом он запускает а вот держите вам токи ну и к соответственно вот это 2000 аудитория с баблом ляжку ждет залетает сюда ну естественно конечно же это все вот вот так вот развивается если бы это было бы комьюнити там тысячи человек ну его бы там помпанули вниз угранили и забыли вот а так он держится то есть ты заходил когда он был 5 и потом перепродал через метамаск прикручивать свой кошелек и все купил вырос ну да это стандартная схема дефной вот в трон чей не такая же есть тема с еще один таким там они запускают до сентября по моему ли с августа на как струн членом все хорошо ну как хорошо по балансу он начал проседать видно последний месяц где-то там несколько недель последних ну вот была до просадка буквально несколько дней назад мы тоже занервничали но сейчас баланс восстановился то есть опять пошел наверх несмотря там даже когда курс уходил этого трон трона есть равно баланс рос вверх то есть люди все равно прибавляются и растут но и сейчас вот мы баланс 25 миллионов 456 тысяч вот я сейчас прям смотрю на телефон слушай волос все равно да вот это вот прозрачность она с одной стороны вроде хорошо то есть открыто честно но как только все видят тенденции все что делать начинает сразу и сразу много а именно паника мне такого слушает денис а там нету такого что там не выводили до этого то есть там выводят все каждый день там там нету такого что то вот паника там все пошло и все нажали на кнопку там выводят и я каждый день вывожу и люди я по своей структуре романа прозрачность вот это понимаешь одно дело когда ну ты не знаешь как бы ну с одной стороны это хорошо другой стороны плохо да потому что когда ты видишь если пошло все вниз там ну все уже никто точно заходить не будет а когда это в темного админов там когда все делают вау там еще сильнее шутить начинает локтями махать и все погнали и как бы это может как будто мере продлить это понятно просто вкладываться остальные не буду то есть если в видео про снатку то есть выводить это и есть добить этих смарт-контрактов то есть когда все вывод ты видишь что это то там паника panic sale начинается люди начинают короче вообще кстати вот во вторник была встреча солидар клуба там был дядька один который занимается аудитом смарт-контрактов мы обсуждали вот эти вот моменты и интересная идея такая пришла для обеспечения стабильности вот я не знаю удастся кому-нибудь реализовать то есть смотрите проблема конечно масштабирование потому что пока смарт-контракт небольшой объемы небольшие платить один процент в день получается но когда это разрастается уже там до десятков миллионов то ну касса растет и в общем то обязательства растут и вот такая идея родилась а что например если сделать каждый кто выводит деньги например от выведенных средств часть идет в какой-то пул не такой не такой высокодоходный вот как мы говорим грамотно это инвестирование в чем что есть консервативная часть портфеля с небольшой доходностью да и есть агрессивная часть портфеля и вот смарт-контракте можно сделать это автоматически у тебя пришла прибыль и часть этой прибыли автоматом переводится в консерватив где не один процент в день ну там пол процента в день ну то есть вот можно так продумать чтобы это на автомате происходило грубо говоря 20 марта да да когда выводишь автоматом в консерватив да 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 вот мне консерватива на автоматом вверх туда ну вот можно до математику продумать мне кажется это значительно продлило бы сроки работы даже даже по осознавая что это чистый хай да да это хорошая идея кстати я хочу сказать про трон чейн что андреас сейчас все уже придумал одну тему это страховой фон тоже на смарт-контракте и теперь все но там многие начисления то есть лидеры могут туда переводить кто выводит деньги с прочим там тебе пришло раз слушая я видел видел на первой странице а что это означает я там не вникал особо это что означает то есть это будет страховой фонд для как раз тех случаев когда у нас будет просадка ну и все пойдет вниз то есть кто там зайдет в конце да им будут выплачивать из этого фонда до без убытка а тематически прочитать хватит ли этого ну вот это но там я не знаю как то есть это и со всех источников и строн чейна будет выводы лети из игр которые сейчас уже все уже практически они там одна запустилась другая сейчас будет и карточки кстати все уже карточки можно еще на россию пока нет у них никаких тузымунов кстати тузымун я сейчас все уже можно тузымун заказывать уже все они там сделали все вообще огонь конец его ты идешь расплачиваешь меня нет ничего там но это там вот я не знаю но вот на снятие у меня владу пришла карточка он там все прочитал он такой математик еще тот за каждую транзакцию который ты оплачиваешь карты магазине карты там оплачивать я не знаю сколько мы считали на вывод если ты делаешь обналичивание денег в банкомате снимаешь то тебе выгодно мы ее заказываем не для оплаты в этих товаров магазинах мы это берем для того чтобы выводить деньги и обналичивать уже наличку и он посчитал что там курс очень хорошего по обмену но не на всем то есть на троне там очень классный курс обмена то есть можешь завести там все это сделать и там получается еще дешевле деньги если там на бус-ченже меняешь вот эти все транзакции там намного еще дешевле получается чем ты делаешь обмен на бус-ченже и уже потом идешь в банкомате снимаешь даже я как раз в ммм трон зашел вот как раз оттуда сейчас есть ммм трон короче тема вообще огонь 60 процентов месяц но там круги по 10 10 10 дней за 10 дней что минималка 100 тысяч 4 запустили как ну короче там артур зашел получается он сам первый за снг получается какой нет нет а мне не ранее вот и соответственно получается он зашел но он админов тоже вышел он там через через переводчик через google общается индусы они я так понял что также в ммм призм участвует но там вот интересный маркетинг вот я буквально сейчас тоже поставил уже на вывод вот со сегодня у меня с телом я я там еще такая тема можно закольцовки делать то есть ты каждый день в течение 10 дней делаешь там этот кольцуешься и на 11 день начинаешь выводишь опять завел прибыль оставил выводишь завел прибыль оставил короче интересная тема вот так что посмотри потому что я не знал я посмотрю потому что ммм призм конечно даже это хорошая тема ну блин а в этом в троне по пассиву 150 по активу всего месяц он полмиллиона нужно выводить полмиллиона тронов это как бы миллион рублей а на самом деле это это реально сделать ну то есть выстроить команду большую огромную главно что он работал в наше там стиркуляция вот это было развитие все сейчас сколько там три тысячи участников сейчас стало до уже четыре не знаю надо посмотреть кстати как раз помнил еще ты мне сейчас это еще один проект вот двенадцатый сейчас запишу которые тоже так ребят тут вопрос вот рашид агапов задает низ привет расскажи свое мнение о один вин инвест вот я вообще не знаю я тоже не знаю один вин инвест тоже не слышал ничего не можем доска надо тоже вопросы зачитаю если можно там пара про карточку от денис спрашивает интересный вопрос приветствую владимир подскажи помимо ой помню ты выводил в 2018 году деньги на карту какую-то карту по моему и payment столь еще какую-то подскажи название и актуально ли она сегодня так и payment она они там закрылись в начале у них там был скажем так скам такой но сейчас я там вроде там сообщение приходили на почту что они там какой-то там сделали рестарт до своей платежной системы но я уже честно говоря заводить туда не буду и опасненько да сейчас намного круче и система допустим и по и коры я система я тоже там завел там тоже крипту кстати можно заводить и все там интереснее карточек правда нету вот по карточкам я говорю мы его сейчас я сейчас стузе моно будет заказывать и андреас тоже выпустил карточки все уже там с банком договоренности улала банк там короче крутая тема карты буду до который может сказать если даже за скамиться то карты будут работать до должны работать и у андреаса тоже самое там крутая тема на россию пока карточки заказать нельзя только там европейские страны но я сейчас не могу сказать когда можно на россию потому что это секрет ну в общем это все делается чтобы можно было все это сделать в ближайшее время володь вот смотри ты упомянул что в закрытом клубе именно стратегию показываешь больше консервативные проекты но то трон чейн же не назовешь консервативом то есть или или ты сам участвуешь но особо не продвигаешь мы там в этом в клубе да я там тоже не продвигают рон чейн то есть у нас таких там разговоров нету то есть люди там заходят с канала с ютуба кто смотрят меня заходят оттуда там в основном я уже вот такие консервативные инструменты проговариваю которые я перечислю в конце ну или там ближе к концу интересные где где можно не бояться что ты там завел и что там тебе нужно трястись каждый день что будет скам нет друзья может быть неправильно сказал я имел ввиду карты трон чейна трон чейн то есть если кончается карты будут ли карты работе вот почему а тузыму не я понимаю куда игровая платформа плюс карты плюс там сейчас они марс там как это выпустили я вот картами пользуюсь пользовался до сих пор мне вторая не пришла надо будет заказать у меня тоже меня же есть тоже тузымуновская карточка но там сейчас вот сказали что легче новую заказать потому что карточка тебе будет очень долго идти вот у нас влад ждал три месяца карточку это там давайте я к вам прилечу напишите куда прилетать потому что карта там да вы что у вас там будет это короче билетом дорого стоит и год мне неважно мне нужна карта вот они мы выслали карточку тут очень нормально довольно все прочитал так вот рашид пишет один инвест вин один вин инвест это это новое предложение от букмекерской компании один бен 33 процента в месяц обещает разбери эту контору через твое мнение пока туда не инвестировал друзья хочу разбирать вот если бы она бы хоть на хайпе как-то была популярна какая-то можно обратить внимание за мы никто про нее даже не слышно заходить где мне вот как-то тоже скидывает тут очень много там вот смотри тема стреляет тема огонек давай 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 я копирую это название этой темы забиваю на ю тубе 20 смотров 1 1 вольт и будет тема огонь вам качаю сам давай на обзорчике еще играешь кто его качает куда приток идет от этого видео одного на ю тубе который 20 просмотров а бывает проекты где ни одного ролика нет тема огонь это в основном такие проекты которые вот наподобие magic там трейдинг которые просто по личкам там бегают бедных дивана да да на уши приседают сейчас там вообще просто ничего святого нет просто девушки на уши присели она пришла пятерку баксов взяла в кредит завела туда те слушай мы забыли тут же страховку еще надо заплатить еще баксов четыреста ну да ну ладно у тебя 400 нет ну давай 300 ладно собрала 300 давай я еще сам за тебя заплачу и потом фунт начата выгоняет до свидания это же вообще ну как это же то есть это изначально это даже много это вообще зашква да ну вот смотри ты упомянул что это токен финика купил но инвестицию я так понял не стал делать нет я да ну куда ну ребят ну это то же самое что в сентябре месяце восемнадцатого года в кэшбуре заходить так хорошо волой ты там про антарас что-то заикнулся что у тебя есть инфу информация информация просто я скажу так какие были звоночки чего нам не понравилось да мы меняли деньги там по чатам внутрянку чтобы проценты ну знаете да там что там все равно это большой процент тем более не я говорю если выводить так то там платишь проценты на платежку приходит процентом 3 или 5 процентов это много на самом деле понятно что штуку даже это 50 если две тысячи сто баксов конечно вот мы так и выводили вот где-то да а сериале я по 100 долларов там с каждой транзакции очень долго много и мы меняли через чат и которые там есть до внутрянку чтобы проценты не терять и у нас все это время было все хорошо то есть мы меняли там без проблем вообще то есть любую сумму там ставишь все и вот в последний наверное месяц такая тенденция что все внутрянку никто не берет она никому не нужна получается до приток значит кому значит внутри уже мало людей кто покупает внутрянку топрик но это может может быть может быть так что просто вышестоящий который приглашает они свою предлагают просто в какой-то момент может быть перебор был то есть они продали их нету и начат но я захотел через вот недавно неделю назад это что такое внутренняя валюта ну понятно потом там еще была тема что они там вывод сделали от 1000 долларов то есть раньше можно было любой сумму выводить от 1000 ну точнее 1000 максимально извиняюсь неправильно сейчас ограничение на вывод получает ограничение это тоже нам не очень понравилось ну и короче вот не знаю нет я тоже думаю что новый год переживет и там у нас есть время да ну так много может быть весна может быть лето но посмотрим а может быть и ты прав денис то есть это мое личное мнение я там я ну на такие моменты тоже надо обращать внимание в любом случае да если есть как бы новости почему и не сказать об этом спасибо да я буду тоже знать не на самом мне кажется что там все нормально сейчас вот они там помешутили очень хорошо в оффлайне а сейчас я хотел сказать этот басков то у нас тоже пел в концепт кэшбэри да 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 тоже там сливал давайте кэшбэри не заметили кстати такую тенденцию когда вот как раз все хорошо когда там такой везде реклама то потом короче начинаются проблемами если если бы леонтьева позвали то напрягаться пришлось бы конечно или токены допустим когда выходит в конце но понимаешь ты видел там будет токен-то видел как бы я думаю будет иксообразное понимаешь а там оказывается посмотрел хотел зайти потом потом понял что это не иксообразно то есть так вот быстро на хайп залететь и выскочить не получится закисануть потом я думаю ну ладно консерватив посмотри потом думаю нет посмотрю как пусть люди заходят я посмотрю какие отзывы у них будут а там комиссии там за открытие там это за подтверждение там smart контракта реферал я думаю не ну как бы я почему-то леонтьев это упомянул я что-то не помню чтобы он потому что кстати в последнем ролике в новостях life is good там тоже басков засветился так народ кэшбери вспомнил а вот кэшбери вот когда было репортаж на антарес когда вы увидели там рифоводы вот эти рифоводы они кэшбери качали кэшбери что сделал скаманул значит что он тоже скаманет скоро ну вот так я сижу думаю окей а если бы они которые качали кэшбери он скаманул они бы все ребята уберите карты себе сбербанка сбербанк мы всегда рядом с вами что сбербанк скаманет что ли ну блин понятно что это проект ничего нового не открыли то есть ну как-то вот финика там конечно уже ну более серьезно то есть там конкретно обыски там какие-то там ну да тоже звоночки не очень хорошие более там время покажет да кто я жду когда это закроется я сказал что ролик буду записывать уже там как раз для тех людей кто там со мной спорил в чате я не злопамятный как говорится на память нехороший да и про финика там что люди там это будет работать вечно это компания не пирамида я помню нейр и брейн была такая же ситуация кэшбери была такая же ситуация потом еще битуби вот я в январе месяце после праздников записывал ролик там говорю ну ребятам давайте посмотрим просто просто без фанатизма но смотрите там то 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 вот всегда когда вот это вот это вот это появляется значит проекту недолго осталось это не и не мои желания это не мой какой-то негатив хейт там там подобно просто история вы испорить сейчас не со мной с историей хотите спорить никуда от этого не уйдешь так ну вот здесь агапов пишет антарас полтора года будет работать ну не да мышь мышь не против я только за чтоб он так работал но мы кстати придумали вот как раз встречались извини денис перебью но скорее всего но это так еще такие идеи и даже не знаю озвучивать или нет у нас там пришла вот как раз косится не клеенова его идея открыть тотализатор такой поставкам как я понял вот там какие-то лидеры да там вот каких-то вот там хайп проектов ну или там как они утверждают компании мы будем делать ставку что это там они будут говорить что это компания мы будем говорить что это пирамиды что она закроется допустим пятьсот тысяч рублей мы ставим и человек что эта компания ставит что она будет работать определяете сроки если до этого момента не сказал бы так да и в конце выигрывает победитель кто так я ближе я писал вот так вот ролик я говорю друзья но я вот помню по моему то я несколько проектов было которые я говорил что это будет скам ну смысле рано или поздно там это был на аэробрейн там фанатиков очень много но это в основном там где фанатиков очень много которые уже конкретными шутки там вперед это аэробрейн там вот прям спорили со мной говорю давайте так на один эфир спорим переводим по одному эфиру человеку и если он скамится там раньше чем нл интернешнл примеру лиам бэйтам то тогда получает фирчик я вот потом такой же битуби я говорил я давайте без проблем я готов поспорить но никто спорить не хотел это кстати с знаешь денис что вот от аэнер и брейн да ну это не матриц там это анимация я там то я там тоже есть вот человек спрашивает есть проект ай маркетинг ай маркетинг я тоже не разбирался не ну там кто со структурами был война аэробрейн именно как бы нормально у них команда есть они там дальше пошли про ним пробежались и те соответственно там начали какой-то движняк наводить я там есть у меня вот там скажем так ведет мой аккаунт администратор моего закрытого клуба денис алексеев то есть он раскачивает мой аккаунт этом инвестировал 100 долларов сейчас у меня на балансе там три с половиной тысячи долларов честно говоря вот и там типа кэшбэйки тому что такое неплохая тема очень неплохая ну вот я не знаю сколько она проработает она платит тоже достаточно много там 45 процентов в месяц примерно там выходит если раскачать там все это все сделать но вот мы с поспорили что если до нового года до марта или до мая если он поработает там на 100 долларов тоже поспорили я сказал что нет что это будет скам denis говорит что это компания слушать этого биржа да ну как биржа да да кстати мы там тоже же но там не скам почему там скам это нет еще они платят просто там только скам говорю хай под прикрытием биржи вообще там чаток я смотрю там уже все там уже все скамина понятно дело монета строго 20 просто не понимаешь смотри вот тоже вот здесь вот когда рушится вот вот это вот ну две разные вещи вот допустим призм он падал на протяжении с ноября и вот на данный момент у с ноября 2019 вот он как начал падать и вот падает 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 до сих пор вот двадцать двенадцать двадцатого у меня плавненько хочешь сказать да плавно плавно потерял просто херовую тучу иксов там я потому что у меня уже там около 200 тысяч монет раньше это я просто сижу такой раньше же это было 10 миллионов рублей это несколько квартир можно было в владивостоке а сейчас смотрю просто это даже штуки баксов нет это на протяжении вот так вот года так а вот несутся так щелк ну куда у тебя там было сколько сколько щелк нету и все кто как-то такое бывает я сейчас хочешь историю расскажу у нас тоже ладно расскажу там человек у нас тоже в байтексе он там не участвовал но он короче типа когда монетка упала до пяти центов а потом доходила до 10 там один момент он короче когда она упала до пяти центов по моему если я не ошибаюсь он купил монету будет я сейчас типа иксану короче это сам там не не буду заходить потому что уже поздняк уже долго работы на санопаем за три дня после говорит вот она сейчас пять-десять сейчас опять так сделаю сто процентов и заводит туда 50 тысяч долларов ой и короче монета падает там до двух или там да но я не помню сколько он центов короче у него с 50 тысяч долларов получилось три тысячи долларов количество в итоге ксанул только в обратную сторону да хотя да у него там было 75 ему там говорил вот тоже мой партнер будет все фиксирую не надо жадничать он нет я сейчас сто процентов подожду и короче вы меня когда вот таких людей вижу мне вот понимаешь нет это будет грубо звучать я промолчу просто человек так рискнул до риск благородное дело это случаем не член вашего закрытого клуба так не посторонний у меня есть поговорка она такая называется кто не рискует кто жадный тот пьет воду из-под там такая история что уже вкладывать туда не нужно уже там я уже все ролики удалил короче ждем а волокия у тебя на канале видел только не успел посмотреть пару и клубу что скажешь порой клубу вот я что сделал я вот как раз свои монетки призм так все зафиксировал 107 но не все то есть у меня тоже где-то 200 тысяч раз есть обороты оставил так уже пусть там в ммм призму меня работает там сотня и короче еще там где-то у меня там 1100 даже 150 может есть но так это не знаю что с ними делать я короче взял зафиксировал еще когда восемь центов было а или сколько там 008 было два раза больше чем сейчас и перевел все в этот 1000 долларов у меня получилось я перевел в этот в рой клуб в монетку уме у меня там 7000 долларов было я короче себе цель поставил что надо 10 еще завел потом еще на свои деньги еще купил 2 и короче сейчас у меня там 10 тысяч я сейчас буду фиксировать каждый месяц по 30 процентов это самая правильная и грамотная стратегия я буквально сегодня записал пост я сделал расчет я взял достал также сложный калькулятор волшебный сложный калькулятор который показал что будет с монетой уме через год я забил 12 месяцев 30 процентов доходности у меня сейчас кабинете 125 монет я поставил получилось так что через 12 месяцев у меня будет в районе трех с лишним тысяч монет то есть для того чтобы обеспечить вот эту стоимость которая сейчас количество пользователей участников людей которые заходят в эту монету но должно увеличиваться 29 раз по моему там получилось но соответственно это нереально сделать поэтому здесь просто фиксируемся фиксируемся фиксируется вот этот когда сидеть вот как в том году это было я там думал тоже думала вот призм нормально следующий год у меня там то 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 200 тысяч монет будет это же космос там нормально там вообще все огонь будет ну еще какой огонь блин он я вижу огонь 1000 долларов на счету поэтому только фиксироваться а вот это и мечтать о том что вы там зашли в какой-то постмайнинг там с каким-то ну таким небольшим огромным юнити и думать на то что вы потом будете на эти проценты жить это вообще бредовая идея выбрасываете и просто знаете вот что завел выведи свое фиксируйся обязательно и потом ты не будешь кусать вот это говоришь именно как раз пара рискованные инструменты хайп но если мы берем там другие консервативные инструменты то тут обратно на самом деле я говорю про млм коины я вот к чему то есть пара майнингом битма и там какими супер майнингом тузыму майнинга и тому подобное ну так вот эти все коины у меня есть рубрика криптоэксперимент йода x 10 тысяч рублей я заводил то есть у меня конкретно расчет 10 тысяч рублей превратились в 12 рублей нормально супер супер коин который убийца призом блин ну как так поэтому да очень хорошо там и такси яндекс там бла-бла-бла диск аварии да там или как она там да вот это я туда тоже зашел короче тоже не я зафиксился там я зафиксился то есть я брал на при селе потом так хочу где тут продать они ну вот мы сейчас быстренько выкупим ну давайте ко мне возвращать хочу я без убыток еще точно сверху получилось остальное бота закинул ну и чё сейчас вообще днище полное что там смеется так что просто вопросов столько много давайте прочитаем хотя бы да давай мне подавляем это комменты просто почитаю посмотрим что будет так вот тут в этом и ответили марс тоже тема норм я два месяца с половиной но до двадцатого года это видимо речь идет о может быть об амир капитал или еще чего-нибудь также в марсе 6 9 месяцев 6 9 процентов месяца ментрон огонь залетайте странно что не слышали да классный инструмент мне очень нравится но он рисковый но он очень доходный он сейчас у меня в приоритете с команды хорошо выстроилась я сегодня поставил на вывод девять тысяч монет причем-то маркетинг вот именно для активных партнеров он вообще крутой потому что люди все время делают реинвесты соответственно с каждой с каждого пополнения у тебя в команде ты соответственно получаешь партнерское вознаграждение это вот для активных партнеров очень круто так 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 и в моем класс почему твеника не скамится уже даже дело возбудили а им без разницы просто видимо еще не подошло время не подошло pzb токен на приз бите стейбл класс но он не стей был почему он там держится в принципе сейчас в районе насколько нормально у нас крипто эксперименте кстати самый хороший результат показывает ну я веду самый стабильный самый лучший результат несомненно призм покой призм говорю показывает этот эфириум вот но призм бит токен с учетом того что процент начисляется он очень хорошо себя ведет так ребята за x послышали тогда слышал вот и не заходил блогерам уже вижу я не стал заходить поэтому я ничего не знаю не изучал даже я слышал заходить не стал немного там угол не честно говоря мы ждем что-то интересное глобальное типа антараса бай так кстати валовать обычно в начале года что-то такое масштабное запускается да вот мы ждем уже вот два месяца лопатим ничего пока нету интересного смотрим из чего-то появится будем конечно же заходить но здесь тоже вот допустим по активу да я допустим в антарасе вообще на пассиве потому что изначально в него не поверил а потом когда уже такой смотрю там развитие пошло нормально думаю так надо бы как бы это и когда начал усиливаться ну понимаю что уже как бы все аудитории кто хотел зайти они уже все там находится ну и как получилось так что я там вот реально такой первый на хайпец который зашел просто тупо на пассив с аудиторией 20 подписчиков на ютубе по партнерке заработано там долларов сто то же самое в этом кубе течет такая ситуация наоборот так внутрянку не берут так как новый год на носу и обещанный каникулы в антарес да по каникулам и знаем 28 числа они стартуют и до 7 января насколько мне известно так так новый год деньги выводят чтобы подарки купить столы накрыть конечно внутрянка никому не нужна будет а кстати друзья недавно буквально записываю запис не записывал а опубликовал опросник в котором я сделал так вы получили 13 зарплату 500 долларов куда бы вы ее заинвестили и варианты были финика антарес кубитек тик амир капитал ммм призм ммм трон то есть это под одной кидой были вот и последний вариант это было елка мандарин и оливье большая часть людей выбрала елка мандарин и оливье по процентам соотношения они всех убили всех да инвестиции в себя да 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 главное чтоб финика до марта хотя бы дотянули мы не знаем и пусть конечно работает что мы будем рады если они будут работать чем на самом деле я скажу так вот там кто-то там хейтит них это если финика даже вот сейчас просто сегодня просто после нашего прямого эфира и закрывается исчезает сайт найти никаких претензий не будет только мы не работали это просто такому руку так так отработать это это не каждый проект так может отработать поэтому тут вообще даже несмотря на то что мы там не участвовали там поклон поклон даронину за то что он создал такой инструмент что очень много людей поменяли свою жизнь кардинально благодаря книга так life is good вывод на карты открыли кстати вот вопрос нет по моему еще не открыли значит у меня партнеры которые за рубежом в германии в пакистане у них все нормально карты работают и выводятся а вот у россиян пока проблема но там хорошая новость там все нормально будет мы с тобой андрей общались на эту тему все будет хорошо да ну тебя какой-то тархун сегодня разбавленный смотрю нет нет сегодня напиток не напиток лимонад короче у меня так сейчас скажу это ананас и киви микс короче я думаю финика будет работать после закрытия уголовного дела кирилл еще может еще всех переплюнет но вечно однозначно не будет звоночки опасная народ распугая а кстати а сам даронин как-то прокомментировал эту ситуацию то есть по поводу уголовного дела я смотрел прямой эфир ну там ну как бы так ребят ну боитесь уходить и что переводить деньги такой так 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 проблема что выводить и все это не нравится его так вот робот айквандекс какой-то делает 20 процентов на финансе и где правда это же невозможно по словам некоторых я не знаю я не пользуюсь этим потом еще не могу сказать так капец так ты про байтекс развод байтекс будет разговора так муж поговорили про байтекс кстати на самом деле по байтексу бы чем не буквально где-то я скажу так мне в часов ой короче мне часов за 6 скинули информацию о том что дэн байтекс через несколько часов скоманет курс опа нища да я не стал разносить как бы потому что думаю на меня там и все я думаю ну ладно а потом смотрю просыпаюсь только ух ты ничего себе вот это на ванговали мне ду майнсайдик да и в итоге я это потом записал ролик конечно хайпанул на этой теме ну так так очень интересно так пробай так профи не какие-то мысли ну друзья мы уже поделились так здравствуйте и gold про и gold расскажите и gold эта монетка я там не участвую к рг купите там санна чексы обещал был у нас на прямом эфире обещал там стоимость в районе 20 центов к новому году но пока этого всего нету мне кажется надо даже не стоимость обещать те продукты которые обещались вот их нет и в этом вся причина дэн слушай а эта структура паровоз призм она функции клирует или они все в ммм призм сейчас перешли есть почему личные кошельки есть да я в тысяч на ветке у меня баланс там уже под 200 тысяч тысяч так так а вы в курсе что пока вот тут вы тут биток новой высоты покоряет пола ну-ка что у нас сбегу ну 24 было последний раз чем-то смотрим так 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 от финика скоро крипто трейд будет и нано аптечка от кирилла дороги на нано аптечка это что такое это видимо я так предполагаю что это сарказм я вот это так нет есть и gold который тот на финансе а есть еще какой-то гол который один рубль стоит и там тоже куда паровоз выстроен это в этом структуре паровоз там алексей миреев у него там тоже устраивал и там тоже и был но не элран другая короче так посмотрите френдекс сам не заходил интересно вашим не знаю ничего про френдекс джемпами рули акции просто улетают да мне тоже такой тут написали один в один я даже не знаю сколько там акций стоит да когда же они наконец продадут свой messenger уже несколько лет продаю все лидеры по уходили короче да все все круто у кого были вообще просто там миллионные структуры тоже вот два года назад мы уже оттуда срулили и я в том числе того что ждали ждали там летом все с летом там все они же каждый это лето кричат или там все продажи мессенджеры детей пишут вот сейчас коротом все и мы это тоже вот вначале тогда появились на эту тему тоже зашли этих акций купили туры понастроили потом раз и уже два года прошло даже с копейками также может быть три кстати года как я там ушел оттуда а мессенджер так и не продали короче а вообще как когда они стартовали с какого года они там уже лет 5 наверное да на самом деле вот эти вот все краудфандинге знаете знаете то есть это такая тема которую можно чуть-чуть вот закинул как бы чтобы тебя да да я вот там ну типа я не пропустила да вдруг стрельнет а вдруг стрельнет но самое печальное здесь вот самое печальное сколько я знаю вот таких вот краудфандингов да это там skyway боюнова джемфами там ветер там есть но по факту ни один еще не дал ни один не выстрелил да если бы было в истории такое что действительно собирает вот такой вот краудфандинг там с млм к со всеми этим делом и действительно потом люди получили какой-то вот это было бы интересно потому что защитить вообще вот что-нибудь вот хоть одному к вам выплатите да вот мы там скоро еще чего-то забудем вот с этого выплатите знаете какой уровень доверия к вам будет когда люди которые вам поверили на самом старте там два три четыре пять лет назад и вот они начнут получать первые дивиденды вот тогда и действительно будет это интересно людям и будут заходить ваши новые какие-то направления только дайте им просто но пока ничего нету поэтому я его рассматривал все вот эти вот краудфандинги просто как такой инструмент который ну типа что а вдруг будет закинул там 50-100 да либо там рассрочку там ты говорил по моему в skyway у тебя там а у тебя кто-то из лидеров skyway к тебе в дуюнова что ли зашел там вова у я у тебя нахожусь во второй линии у тебя истерик партнер с израиля ты знаешь его а он ко мне зашел skyway skyway соответственно он там был потом он зашел в тебе дуюнова и я подключился к нему а в skyway ветка я подключался к другому своему партнеру у него ветка там очень просто бомбическая там вся европа там под ним и короче это вся европа со skyway она подключилась к тебе то есть мы у тебя в третьей линии там больше я смотрел на структуру рассказываешь мне такие вещи это вот эта вся структура вся европейская это вся европа там это там германия хорватия там ну там просто там вообще космос там нужно родом мире говорил про вот эти вот ребята они подключились и они там просто такой дикий качество я на самом деле деньги проинвестированы в 11 стартапов то есть у меня в портфеле есть из 47 направлений которые у меня сейчас 11 стартапов и skyway jim for me и ветер и все остальное кстати кстати хочу сказать вот про то что там где что платится вот диджи есть у меня стартап но это уже экосистема это искусственный там они во первых на дефай перешли на тему то есть у них там тоже они сделали там короче они инвестируют 8 направлений дефай ну там под проценты там под комиссии когда там все это идет там с транзакции тоже получают там наши деньги ну большой капитал и короче с этого зарабатывают вот и уже вот в том месяце они выплатили всем кто покупал год назад мы заходили в этот стартап в начале по факту я с ними как раз интервью записывал в сочи вот самый первый как раз перед стартом они приезжали то есть мы записали интервьюшку потом они запустились год прошел у них там ну хорошие продукты искусственный интеллект там есть такие достойные это там где ты по-моему в сочи у него брал интервью прям посадились да 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 мы у бассейна посадили все вот и в конечном итоге что мы сейчас имеем то есть мы имеем сейчас выплату уже по дивидендам по акциям которые уже куплены то есть у кого уже с рассрочек пришли акции уже в личном кабинете на эти на это количество акций уже были выплачены в том месяце дивиденды как раз с дефай площадки со второй там они запустили еще второй продукт диджио вэлс в дефай они в направлении инвестируют там они платят как там тоже консервативный инструмент там можно инвестировать биткоины usdt и эфиры от 3 до 7 процентов они платят там и с этих же денег с того что приходит они но там небольшие деньги конечно да там выплатили но там немного скажем так мне пришло там с моих акций у меня там на полторы тысячи долларов примерно куплено там 20 долларов пришло по акциям выплата пока ну вот они с тех денег во первых вот этот продукт это 3 7 процентов мы уже зарабатываем и я уже там для 10 эфиров проинвестировал меня уже один эфир сверху за два месяца я уже за три наверное наковырял уже один эфир мне принесла эта тема и плюс еще и мы уже начали получать дивиденды по нашим долям которые мы купили так что ну то есть из тех стартапов что у тебя есть вот этот выстрелил по крайней мере до 1 это единственный пока который вот может быть и другие раскачегарится они кстати в skyway у них там тоже было кстати один один раз можно было продать акции этому меня для мог тоже там зафиксировать тысячу долларов но я не стал это делать то есть оставил акции там можно было должен фиксироваться вот так что тоже это 2 по факту ну скажем так скалы этом это все уже да мы там ждем долго но если это что-то стрельнет и у меня из 11 я уже еще раз повторюсь то есть у меня там инвестированы достаточно крупные суммы денег вот в колесо дуенова у меня там 21 тысяч долларов инвестировано джи и 5000 там еще куда-то джимфу металлать по skyway я вообще удивляюсь с я смотрю ролики там у них конструкторское бюро вот это то есть там с производства это же сколько денег даже на поддержание надо не говоря уж о том чтобы там строить еще это все не знаю хватает им денег ну это я не знаю уже этого надо бухгалтером история это и умалчивается когда еще хватает если держит посмотрим время покажет но я говорю если хоть один стрельнет то у меня уже будет 1 миллион долларов только состав любой любой из 11 друзья вот кстати тоже интересно вот так 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 сейчас во про wordlex интересно ваше мнение вот я кстати слышал там смотрю очень часто в чатах пишут типа там уже купи за 50 процентов от стоимости там или что-то да 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 расскажи вову что там я просто знаю что ты очень плотно общаешься с создателем да мы вот в этом в офисе как раз сайман приезжал мы записывали интервью ну а ты с ответами на вопросов на youtube-канал и по-моему тоже выгружал ну саймоном хорошо общаюсь это основатель wordlex ну плюс еще там два человека скажем так кто вместе с ним один бизнесмен очень крутой и там ряд людей то есть там все нас на самом деле достаточно интересно и я сам там буду вот к лету ближе тоже покупать автомобиль то есть ну к весне наверно весной сейчас вот москвы а там схема довольно таки простая есть токен wordlex и покупаешь токены неважно где там на бирже внутрянку где угодно ты ее берешь 50 процентов автомобиля ты на эту сумму покупаешь токены forlex потом вкладываешь там ну там есть сайт есть кабинет по этому по инвестированию в авто программу ты заводишь туда токены все потом оформляешь автомобили примерно через 10 дней сейчас вот так вот заявка обрабатывается выезжаешь на новом автомобиле за 50 процентов от его стоимость вот артур ратнер между прочим уже уехал на мере самый первый и сейчас там автомобиле уже достаточно получил долгар и 50 процентов то плачет банкет процентов оплачивать лизинговая компания там все оформляется через лизинг то есть ты приезжаешь лизинг и потом дальше платишь еще что-то его не плачь все 50 процентов заплатил если машина стоит примеру там нашел машину за 2 миллиона рублей в автосалоне новую новую только только новую уж на не пойдет на дрон там на только автомобили можешь яхту взять можешь вертолет там можешь то есть грубо говоря есть 2 миллиона рублей ты то есть ты нашел машину за 2 миллиона рублей такой оба на мне интересно что у вас там тойота центр и mercedes-центр до миллион покупаешь токенов отправляешь им идешь за машиной так тоже не бывает вот бывает этими открою секрет что бывает через какой-то промежуток времени ты идешь за машиной через десять дней я же говорю через десять дней ты уже выезжаешь на новом автомобиле это вторую вторую часть ты еще раз доплачивать лизинга в компания или ворд лекс 100 они выплачивают потом тоже ежемесячно за тебя но это там уже их схемы им это тоже выгодно то есть хорошо обычный пользователь реально идет и покупать машину за 50 процентов от стоимости да подожди вопрос а вот в жкб ствей там же тоже ты вначале делаешь первоначальный взнос а остаток затем оплатит кооператив но ты должен кооперативу за десять лет потом расплатить здесь здесь нету нет да ты берешь пятьдесят процентов и забираешь не они один я но у меня только одна аналогия то есть если если да 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 типа мат матрицы какой-нибудь там там есть определенный до момент там моя машина пока ты она оформляется на тебя по документам это электронный сейчас кстати в электронном виде все делается то есть сейчас нету птсов я так понимаю что уже там в таком виде в электронном это все делается то есть машина оформляется на тебя но она в обременении у лизинговой компании пока они не выплатят за тебя вот эти все платежи через а сколько это будет через год я машину оформляешь на себе на себя точнее снимают обременение машина полностью переходит в твою пользу вот сейчас дают поправку там не так если ты на пассиве то через год забираешь а если сразу то ты должен пригласить троих на машину но это нет там есть да такая программа ты можешь это делать можешь не делать то есть если ты хочешь чтобы машина сразу не было на тебя есть ты приглашаешь ассоции риск получается связан с тем что но если в течение года там не закроет этот момент там даже там есть вексель там все по юридически там все грамм может произойти такого что в ордис просто скамиться и тебе приходят отточил но артур там на самом деле ратнер они там вообще лопатили с юристами договоры и так и сяк там все то есть он подключал довольно таки там хороших юристов и они это все смотрели то есть перед тем как брать автомобиль он это все изучал они там свои договор там все это предоставляли чтобы такой был и короче в конечном итоге он все-таки взял автомобиль и все уехал то есть он рискнул все делали люди получается так что тачку ты забираешь реально через 10 дней но если ты пригласил троих то тебе как бы сразу на тебя переписывается а если я нету вообще от слова совсем если так делаешь приглашаешь трех на ту сумму которую у тебя стоит автомобиль то есть если это 2 миллиона то ты должен лям загинул у тебя счет три человека по 2 миллиона вам или по миллиону они там дают две тачки купили по миллион значит все ты уже а вот пишет машина если в лизинге и если за нее перестанут платить то и заберут обратно просто все по там документам там ничего там не забирается там мы там или разговор с юристами там это все там есть на канале ворликса зайдите посмотрите кто хочет изучить заходите там слушай это ты должен быть именно новую тачку взять потому что ну допустим ты просто приходишь допустим какому-нибудь дилеру а у них бывают такие моменты где там трейдин допустим они то есть свои тачки отдают там да там по трейдину из потом они же тачки выставляют то есть вот такой момент не прокатить конкретно должна быть новая тачка со всеми автомобиль конкретно новое на боевой это не распространяется ну понятно конечно там если там два три миллиона машина стоит полтора ляма там каждый выкупает этих токенов да и токен растет то есть там есть еще в обликсе стейкинг тоже отдельный это там бот то есть я там тоже есть в боте там тоже платится определенный процент то есть там такая тоже экосистема и это только пока два продукта там сейчас ближайшее время там еще будет несколько тоже не могу сказать какие но тоже очень в общем будет круто слушай но вот на самом деле вот финика задал вот этот тренд когда там купите машину за там 35 процентов стоимости закройте там свою ипотеку за 35 возьмите квартиру за 35 процентов стоимости купите себе телефон смартфона iphone за 35 то есть они задали вот этот тренд на самом деле классно да блин реально вот просто ворликсе пока таких нету программ она уникальная короче очень крутая просто лет пять назад и мы об этом могли только мечтать и сейчас тебе просто вот хайп на соусом как бы под таким красивым преподносят я кстати еще момент еще по ворликсу почему машина на год у тебя замораживается ну вот если много народу до чтобы потому что они с дилерами вели переговоры когда-то они говорили эту тему дилерам и дилер рассказали вы что если вы будете сразу документы оформлять на людей то вы просто обрушите рынок человек придет купил машину за 50 процентов человек что дальше делать как ты думаешь как он 30 расскажу друзьям до 30 процентов они накручивают и продают не ну машинка когда выезжает теряет процентов 15-20 равно но все равно да ну если вы смотрите допустим двушку стоит он за нее за лям заплатил у него еще 500 миллион еще в запасе он может просто накинуть такой ну ладно она мне в лям стала заметить еще полляма накинул на нее забирайте полляма сделал за два дня такой а тот кто тоже доволен потому что чего он тачку взял за полтора потом опять горлится потом опять зашел в горле взял уже за три ляма и все через год там ездит уже летает поэтому они пробовали решили для того чтобы такого не было чтобы через год все это сделать но надо будет поразбираться вот на следующий год как раз таки наверно и поразбираемся интересно на самом деле теперь спать и почему конечно интересно я вот планирую я уже вот тоже сказал там людям тоже мне много народу уже будет покупать автоматик по этой программе да будет интересно мы посмотрим так это как взять квартиру и ипотеку пока ты за нее платишь что она круче твоя как только перестал то на государство не государство банк если она у него находится ипотека подразумевает этот залог то что она залоги у банка который за нее полностью просчитался продавцом так ну что ж ну вроде как по всем точкам разобрать так машина если близне киеве так это ладно то есть заберут это написали по квартире тоже тут покупает лизинговая за сто процентов тема со стейкингом уже не интересно так меня что пропустили так а что тут у нас кого попустили вот у меня человек как раз андрей грудинский админ пишет что вексель дает гарантию что машину не заберут то есть там есть еще векселя вексель это тоже да вот вексель на машине виду там оформляется вексель пишет это как ну как ценная бумага или как я не знаю как гарантия то есть это тоже имеет юридическую силу эту бумагу надо почитать посмотрите очень не но в любом случае если уже туда от нации то есть конкретно там цель взять машину то надо конечно же непременно по изучать информацию лучше там неделю-две потратить так что думаете про глобал интервал видимо это дмитрий хребко имел ввиду так ну друзья мы там до после заходили еще по 18 году покупали себе ценные бумаги которые нам обещали сконвертировать в этом месяце 31 декабря там или 1 января 2021 года в итоге сказали о том что как бы конвертацию проведут через пять лет но сейчас в ближайшее время появится в январе месяце понял марк мы с марком общались боится к эта биржа внутренняя которую можно будет взять эти доли как бы продать но опять же получится ли продать желающих много то вы представляете что будет поэтому но в любом случае посмотрим будем следить но курс кстати неплохо вырос да по моему 70 где-то они сейчас стоят эти доли до 70 это рисуйте в кабинете но не но это официальный курс да а вот поскольку их реально будет продать посмотрим на самом деле мы там заходили по вообще там покупали что-то тут до 20 евро и не там 20 там кто-то по акции там брал поэтому даже там не надо будет в любом случае но я-то не буду на фиксироваться но партнеры надо чтобы зафиксировать конечно потому что чтобы все были довольны нас марка может разговаривать поэтому если чтобы так друзья ну чё мы уже с вами полтора часа отовещаю я давайте мы не обсуждали две темы да не обсудили это скамы были скамы громкие громкие скамы прям громкие но я на самом деле как-то громкий скамы пропустил простоявый момент это вгс я в этот момент отдыхал мне прям повезло знаете я так просто пальчики скрестил думаю а я в смысле я знал что шум просто колоссально идет мне потом уже звонили виды приезжай ролик пиши я записал ролик через буквально пять или шесть часов у них проще обновление маркетинга ну и меня ролик бы удалил и и такой ну ладно хорошо что я поздно об нем узнал не то что поздно узнал а поздно как бы включился вот и здесь я был реально рад потому что думаю если бы я в этот момент не отдыхал то я бы просто попал бы со с командой просто мне так быстро вот эти после всех скамы все равно так переживаешь потому что блин как так очередной раз там просто попался то есть как-то себя так этот чем закончилась битуби джевелли там вроде бы основатели арестовали или что-то такое в украине я уже там не слежу за ними месяца три как магазин у меня в сочи закрылся короче и успел наследие золото точнее серебро дали все уже не на самом деле битуби тоже дал такую моду да то есть вот эти вот сертификаты то есть такого не было же хайп индустрии нет не сперва но он дает именно вот этот вот бренд и типа покупать сертификат может наличить а можно не получать пассивный доход так сейчас вторая тема кстати у них запустилась мой холдинг как-то там назывались мне холдинг я не стал в августе еще приглашали я не понимал просто будет ли шум или не будет или негатив будет после поэтому полой ты имеешь ввиду у них у кого создателей битуби джевелли украине украине проект такой же типа да второй раз в одну и ту же реку ну на самом деле вот судя по опыту как бы по истории опять же оригиналы работают лучше чем копия реплики надо я не видел ни одного ни одной реплики которая обогнала бы оригинал это что и риса в интернет 1 в том году там пошумел с такой классной легенды такой хайпец замутили но реально круто проект очень крутой получился потом как все реплики и дубликаты эти короче копии появлялись они просто бабло сборами были ничего не стреляли да но еще скаму у меня были скамы какие такие нашумевшие тенель компания то есть там тоже не очень такая добропорядочная администрация попалась тоже мы с ними там закусились эмир глобал тренд но это тоже там он про скамился скажем так в россии я там рассказывал или нет и не помню то есть они российскую ветку отключили да 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 и все просто там то есть работали это один из таких проектов по которым мы делали анализ и в общем тоже заходили туда за круг по-крупному да но мы успели выйти в безубыток там практически может без пяти процентов у нас долларов но вот из-за того что в российскую ветку из-за ссоры с российским сетевиком все отключили это конечно подкачала всю команду ну и нас в том числе так что такой вот проект ну призыв ответственно такой технический скам скажем так мы сейчас идем к тому что эта история все утихает и уже мне кажется там никакого возрождения не будет никаких там все это такое ну где я я я думаю так нет если только как какого-нибудь позыря прям рукава в рукаве у разработчиков там не остался какой-нибудь такой тип потому что они ждали держите потому что мне там на самом деле знаешь вот так там остались крипто энтузиасты которые верят она все которые продвигают там проводит вебинары то есть не так знаешь как допустим на не знаю какую монету даже привести ну где вот просто все бак тихо никого нет а торги упали никаких объемов нет никто не покупает не продает никаких транзакций нет здесь как-то все таки поживее ну да но это вот такой вот просто с ноября по сегодняшний день просто идет минус там очень много яйцо так ну и что давайте тогда по этим еще последнюю тему и розыгрыш монеты сделан слова проекты на следующий год у кого какие есть предположения тренды ой я сейчас такое живое которое ну вот ты вот как раз говорил про консервативы я я стараюсь наверное все таки на них сейчас сделать такой один из акцентов это мир капитал непременно будет у меня вот которые буду как копилочку использовать в антаросе но я на по большому счету на пассиве вот сейчас вот депозита позаводил ну пусть работает как говорится доска на то есть это у меня уже доска дальше ммн трон сейчас вот я поразвиваю сейчас посмотрим как будет они как там новый год там все эти дела но мне нравится мне нравится как это все развивается посмотрим дай бог что работало дальше мы будем смотреть что-то может быть новенькое интересное что будет появляться также вот наверное вова мы с тобой может быть он созвонимся ты мне говорю помнишь на прошлой трансляции ты говорил о сложном проценте где там там круче фонд который или как как ты говорил круче управление твоими финансами какой-то там человек там специально реголит где айпи он рынок нет то есть ты показывал прям кабинет там 15 информацию может быть что-то от подобности добавлю то есть это будет куда ты зашел там по чуть-чуть добавляешь но на долгий срок и за счет сложного процента у меня все почти до что нибудь подобное все обязательно добавлю то есть это будет такой знаете по если где-то потом теряешь но все равно знаешь что у тебя подушечка есть которая тебе принципе там на протяжении типа мир капитал классно конечно то что в любой момент просто щелк поставлены конечно такой ситуации не получится вот так ладно и дальше зашел я феноменал talking кстати тема нормально мне нравится тем более что они там планируют зайти сделать смарт-контракт то есть уже не будет человеческого фактора там все токены которые есть они все обеспечены полом биткоина то есть это тоже очень хорошо я вот сейчас его добавил себе там принципе ребята подключается очень сложный маркетинг тяжело понять но буквально недавно днях и записывал видео и конкретно цифрах прям давал весь расклад еще дальше буду конечно же писать видео по нему ну вот я свои битки сейчас даже если курс будет 100 тысяч долларов я продавать не буду еще раз говорю я битки свои просто для меня это такая пенсия которая там лет через там 10 там 15-20 вот тогда они для меня будут иметь ценность и сейчас моя задача просто их увеличить приумножить поэтому я завел туда чтобы они не просто мне болтались на кошельке ну и соответственно там вот сейчас думаю за годик там достаточно неплохо можно будет их приумножить наверное поймаем трон я сказал сейчас акцент то есть такой на российском пространстве пока его еще нету поэтому андрей у тебя что осталось так что осталось не но в этом году в принципе наверное неожиданный скам был только наджикс это вот который с форекс роботами работал вообще-вообще просто жесть там же процент да чё-то 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 как-то он слабо слабо отработал вот а на новый двадцать первый год мы посмотрим сейчас после нового года что там интересного будет что-то будет такое грандиозное друзья вы мне пишите сразу кубик антарес там а кстати слушает их пиджай был вова там чё как-то при приториан группе приториан группа не я не был там по моему работает я не знаю не могу сказать ну вот этот я деден знает я этот зашел в проект этот айти smart money вот посмотрим как он после нового года будет работать я был в уфе на мероприятии вот пока в принципе все ну выглядит нормально но как он двадцать первом году будет время покажет так но я тогда тоже я у меня тут немножко больше еще дописал пока короче это быстро перечислил у меня 15 инструментов переходит на следующий год это и какие вспомнил и все которые вот я уверен что там ну какие то там я скажу про них там свое что я думаю так первая супер копилка 2 трон чей на следующий год переходит не знаю сколько проработает но еще я думаю запал есть а мир капитал life is good наш фонд со славой курбатовым взял кстати себе еще один очень крутой фонд на мой взгляд это эко трейд сейчас у них вот как раз до 1 января там старые условия там 6 процентов месяц 9 процентов месяца и 15 процентов месяц после нового года в два раза все урезается и сумма сейчас можно от 500 долларов зайти фонд с нового года от 5000 долларов вот я тоже на 7 200 зашел но фонд реальный то есть прям под подтверждение серьезные люди мы с ними прямо на право как с выводом тела сделать депозита выводится на всех тарифных планах через год проценты если 6 процентов то это раз в месяц ты выводишь если 9 процентов месяц то это раз квартал если 15 процентов сейчас то это и тело и проценты через год вот я 7 200 7 тысяч 200 долларов на год закинул с процентами 15 процентов так дальше ворликс соответственно там потому что я авто собираюсь покупать тоже видео рожде а ворликс там только покупка машин или пассив там тоже есть да там пассив есть там заходишь в стейкинг монетку кидаешь или получаешь там от 0 6 до полтора процента в сутки там зависит много условий чтобы это там структура должна быть большая вопрос а по недвижке у них нет пока секретная я понял я уже о чем ты говорил мы скоро там все расскажем о том реголит это айпи ошки скорее всего что ты денис тебя наверное заинтересовало это очень крутой инструмент у меня за месяц копейками они сделали на этом рынке на рынке этого другого это там где в от 4 от 4000 они берут тебе делают процент с этой доходности они себе процент забирают но в сумме они ничего не берут и вот тут одна ошибка они ничего не берут ты торгуешь на рынке ой на freedom финансе на брокере от freedom финанса приходит только эсэмэс они их они торгуют или это мне торговать надо нет тебе ничего делать не нужно они твои деньги держат и у них нету гостей на свой счет на бирже заводишь да на брокер у них api только на выслание на выставление на торгу на торговлю да да нет только на участие в ипио да 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 и приходит эсэмэс допустим какого плана вам нужно подтвердить от freedom финансов участие в том или ином и пио то есть в пио там таком-то но это же они сами присылают то есть они уже знают что это будет за пио тебе его они делали анализ они-то и делали анализ они по api делали шляпа не прилетела ты такой а вывод и подать денег нету только на участие да вот короче с тобой еще пообщаемся потому что надо все равно добавлять что-то подобное у меня сейчас много людей заходит вот гости кстати не клеенов тоже вот ты андрей знаешь тоже с командой заходи тоже в регалит вот и здесь короче вот они мне сделали 20 процентов то есть у меня сейчас на балансе 4400 за месяц копейки мы общались 20 процентов за месяц до получилось нормально так это реальная деятельность это реально это то что не сосканица у тебя вообще то есть не подверженную слову скому от слова совсем так следующий конген аппараты вот это моя по воде мне очень нравится продажи в принципе нормально так идут антарес но антарес это так тоже на несколько месяцев я так вписал доскам а диджей мне ну доскам он долет нам бы тоже было неплохо заработать еще сто процентов сверху я там с ребятами которые были на этом самом и но рифоводы грубо говоря и с ними общаюсь они когда год еще будет вообще спокойно но будем надеяться мы тоже хотелось бы чтобы это так произошло потом диджи ю 11 инструмент это вот где искусственный интеллект стартов потом рой клуб у меня здесь 10 тысяч долларов проинвестировано тоже на полный пассив я вышел гк вологи джи ю доходность какая три целых от 3 до 7 процентов в криптовалюте в месяц до месяц нужно процент вы вывод можно кстати там выводите тело депозиты и проценты каждый месяц там со второго по 5 число но если ты депозит заказываешь что только через месяц он у тебя так как он в работе есть месяц надо ждать а проценты можно выводить а процентом нет капитализации сложного процента есть ну ты то есть у тебя через месяц приходит процент или просто через месяц да нет там все легально тоже все официально потом 13 это гк тик это кооператив тоже у меня там 600 тысяч сейчас проинвестировано нас побольше уже потом я взял инструмент но тоже на следующий год авторе если слышали такую монетку слышал я что-то после этих воинов всех которые вот я тоже должен скептически относился но вот я тоже на прямой эфир приглашали создатели марка вот как раз на днях вот с ними разговаривали я решил все-таки там ну зайти попробовать заработать может мне в принципе идея нравится ну и люди которые там не по моему опыту я что-то пропустил не так сейчас подводится там в этом нет сенс есть понс можем а ты там тоже не у меня на тысячу долларов я покупал то еще долларов тысячу плотинах у меня на центре ты тысячу токенов я платил за ними эфирами три эфира я дал то блин у меня бы сейчас эфира уже было бы на кушку и чё я брошь кстати а мне там x10 x10 но я жду где x10 карты пузом у нас керпичные такие же ну то есть никакого кого-то выделили такого прям вау вау я не вижу но жду 20 января там говорят будет 20 января там должно быть на бирже появится только нужно будет продать ты мне тоже если напомнить денис если не забудешь я потому что x10 делать типа ты говоришь артуре идея понравился что там уникального в этой идее слушаем у них там смотри у них есть приложение в приложении во первых там в пиенку можно сразу поставить но это не уникально у них там еще у нас артере сторидж называется тема типа ну как раз в пиены в эту стоимость входит если ты абонентскую плату плачет там 2000 в месяц ну и партнерку ты можешь получать по этой теме и плюс там дисковое пространство ты можешь пользоваться короче с телефона тебе дается 5 гигабайт ну там такая замороченная система сейчас честно не это не могу пообъяснить ну короче идея классная плюс они там хотят платить по 2000 за 5 гигабайт в то время как google бесплатно 15 дает 2000 2000 это за то чтобы у тебя партнерка открылась а так короче у них там есть еще во первых стейкинг тоже там неплохой пока и плюс они ну идея там в том что они хотят короче интернет сделать вообще чтобы без сим-карты то работала вообще все амир капитал в курсе там сейчас это появились тарифы амир цел называется то есть если ты к примеру короче там есть тарифные планы они сбила и напомню сотрудничают и ты в кабинете короче в мире заводишь там фону тарифы там 300 долларов примеру ведь этом дает сколько минут пакет и вот они у тебя 300 баксов лежат тебе на них в год начисляется 6 процентов юсдт-шках то есть юсдт 300 там 350 долларов на такие тарифы на тебе дают вот эту сим-карту которую ты вставляешь и просто бесплатно общаешься там на том тарифе который ты выбрал то есть за него платить не надо они вообще красавчики мне прям нравится то есть они прям реально бомбят там каким-то вот да у них кстати еще кошелек там появился там но я еще не пользовался не качал то есть на кошельке тоже можно крипту удержать там тебе проценты просто да 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 я в курсе да ну я если честно доверяюсь так далее последнее у меня веб токен профит у меня есть и проекта вы из этой экосистемы что в следующем году искандер там покажет сейчас 4 кстати буду заходить это профит бот тоже они запустили там до двадцать восьмого тоже можно зайти в один дом но это ты в этом боте в телеграме они на сайте запустили они теперь не будут с собой контактировать понял а с вы с выводом там чем все нормально в токен брат все хорошо там да с выводом работает там будет потому что там стокен туда-сюда скачет там цене тоже так падает нет честно говоря тоже не очень нравится посмотрим что следующем году будет так ну что давайте наверное перейдем к словам потому что мы реально уже вещаем почти два часа с этим как-то время на самом деле как-то незаметно пролетело прошлый раз как-то так сегодня достаточно интересно получилось ну потому что мы за целый год обсуждаем уже новости да ну да разрули топы экспо марс ворд лекс ну вот еще кстати забыл этот проект вот как раз подсказали крипто юнит кто знает вот у меня тоже там большое количество акций куплен уже у них там тема неплохая парит пишет ребята жарикова не знал даже сейчас подпишу ссылки на канал и находится внизу под видео можете зайти кстати все ссылки у меня там антарес ну так как вы если боитесь то не надо заходить тогда полосу сказал новость ммм трон ммм призм ммм трон обратите внимание также на амир капитал ну и наш бот с этим бот инструмент по сохранению своей сети так кстати д о дэн поделись последними там новостями чё с этим ботом да ничего там все нормально мы сделали там задание продавайте здание рекламу пихают я вот периодически захожу удаляю то есть там мы выставили здание то есть ну к примеру там вы хотите там не знаю заплатить там 100 рублей за что-то то есть надо то есть надо выставлять условия задания которые выполнять человеке что он получает за то что вы будет в этом понимании а туда начать пихать рекламу а вот моя реферальная ссылка рига сет окей я зарегаюсь дальше я зарегаюсь но ты что напиши что ты мне за это даже в техническом плане то есть все нормально все работает единственное почаще заходите потому что там если не заходит человек то может выкинуть и соответственно ваша структура вся сгорит потому что если она выстрел то есть надо хотя бы там раз в недельку заходить бота обозначат на что вы там кнопочки нажимать проверять как наш чат называется чтобы чтобы слова записать как это чат а три блогера по моему три блогера или что-то global star club возможности безграничны